Нет, иранские беспилотники. Помните, когда мы еще с Ариэлем Хоином чуть раньше говорили о визите Путина в Тегеран, то там возникала тема военных беспилотников, которые Кремль просит Ирана продать России. Российская делегация уже дважды побывала в Тегеране, и более того, по данным спецслужб, на аэропорте в иранском городе Кашани, на авиабазе, простите, в иранском городе Кашани, это значительно южнее Тегерана. Вот там они осматривали и наблюдали за испытаниями этих беспилотников. Во всяком случае, так сообщают разведывательные источники на Западе. Они утверждают, что если такая сделка состоится, то на Иран будут наложены еще более жесткие западные санкции. Ну а какую угрозу Украине могут нести иранские беспилотники, подробнее расскажет Максим Урлапов. Российская армия, которая называет себя второй в мире, вдруг решила закупать беспилотники у страны третьего мира, Ирана. Такую информацию получила разведка США. Телеканал CNN опубликовал вот эти снимки. Редакция утверждает, что на них аэродром в Иране, и что туда уже дважды приезжала российская делегация. Изучала дроны, способные нести высокоточные ракеты. У Ирана есть чем поживиться, и Россия обратилась за помощью. Иран, по данным американцев, может предоставить России до нескольких сотен дронов для ведения войны на территории Украины. В первую очередь Москву заинтересовали вот эти два беспилотных аппарата. Шахид-129 и Шахид-191. Эти два типа являются кальками, то есть аналогами американских беспилотников. Любая калька хуже оригинала. По данным телеграм-канала Инсайдер, Шахид-129 способен нести до 8 ракет или бомб. Может находиться в воздухе 24 часа. Радиус действия 1700 километров. Крейсерская скорость 150 километров в час. Шахид-191 разгоняется до 350 километров в час. Автономность полета 4,5 часа. От оператора способен удаляться на расстоянии до 450 километров. На вооружении две управляемые бомбы. Насколько качественные аппараты, точно неизвестно. У экспертов большие вопросы к надежности и управляемости иранских дронов. Банально может упасть начиненная взрывчаткой куда угодно. Могут лететь куда попало и нести угрозу гражданской инфраструктуре нашим гражданам. Иранские беспилотники намного больше, чем российские. Украинской системе противовоздушной обороны будет легче обнаруживать и сбивать их. Но все же, если Москва получит сотни беспилотников, это даст ей преимущество. Если количество БПЛА противника, крах на возрастет, соответственно, нагрузка на систему противовоздушной обороны силы обороны Украины, естественно, крах на возрастет. Украинские войска сбили около 700 вражеских беспилотников. Их нехватку уже остро ощущают оккупационные силы. Сама же Россия производить дроны не в состоянии, в том числе из-за санкций и запрета на поставку комплектующих и чипов. Эксперты говорят, Российская Федерация провалила программу по производству собственных беспилотников. Хотя в последние годы вкладывала в нее огромные деньги. Это позор для России, позор для путинского режима, то, что они покупают эти беспилотники у страны, которая по определению не может быть передовиком технологического прорыва. Иран десятилетиями находится под санкциями и не имеет доступа к современным технологиям. Но все же ему удается производить целую линейку военных дронов. У Ирана есть ударные беспилотники, у них есть камикадзе, есть ударные и есть разведыватели. В сентябре 2019 года именно с помощью иранских дронов была осуществлена атака на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Наносили удары с помощью этих беспилотников, кустарно сделанных беспилотников. Эти же дроны Россия может использовать для атак на стратегические объекты в Украине, если все-таки договориться с Тегераном. Но там уверяют, что ничего продавать России не будут. Иран уже получил предупреждение от США. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе. А также, вероятно, ряду других санкций со стороны других стран мира. Сегодня в Белом доме добавили. Пока не видят признаков того, что Иран передает России военные беспилотники. Эксперты же говорят, разглашение разведкой США информации о намерениях Кремля получать иранские дроны сработало на опережение и могло сорвать сделку. Максим Рлапов, проект Freedom для телеканала UA.